всех приветствую есть тут подъемничек есть тут такая проблемка в общем оторвалась вот это вот юбочка которая упирается сюда за счет этого это подошва регулируется можно приподнимать чтобы здесь где-то что-то не задевала так как она оторвалась и регулировки нету проваливается надо эту проблемку решить решила пройти обходным путем не буду я с резьбой заморачиваться вижу другое решение сделать внутреннюю вставку скажем на сантиметр я ее углублю делаю этот диаметр почти подверг потом это лишнее обрежу то есть она будет скажем там или метров 6 доходить до низа что тут все упиралось сюда и туда сделаю побольше выпуске а тут где-то в районе четырех миллиметров по бокам получается в принципе все так работать так нашел железо начинаем так 5 сантиметров общая длина сантиметр будет вниз входить здесь будет толстая юбка и в общем то которая будет упираться сначала мы наверное обработаем внутренний диаметр обработаем чтобы внутрь ходила так не надо чтоб она где-то там уперлась надо вымерить все это дело и потом можно будет продолжать так сейчас сначала пойду еще раз поверю что куда мне как надо так вымерил сейчас сначала уже обработаем заодно посмотрим как у меня сейчас кулачки в каком положении находятся так а сколько у нас тут было забыл поставить на ноль говорят спешка нужно при ловле так переставим так чуть-чуть было больше ну вот что-то осталось тут снято а здесь нет ну конечно возможно и деталью выставил не точно надо было опять забыл так Странно, что-то есть все-таки. Так, будем разбираться. Так, пока не понял, почему такое происходит, сейчас попробую торцянуть, попробую патрон и посмотреть, что получится. Так, сейчас посмотрим, есть ли совпадение. Что-то мне кажется нету. Да, странно, странно. Почему она не выставляется ровно? Непонятно, сейчас попробую еще молоточком подстучать. Подстучал алюминиевым молоточком. Не знаю, сейчас посмотрим, выходит в ноль, нет? Ну, вроде как почти. Ну, вроде как почти. Ну, где-то очень близко. Ладно. Значит, почему-то так не выставляется. Будем дальше разбираться. Да, надо подстукивать. Так, теперь мне нужен один сантиметр, который будет туда заваливаться вниз. И один сантиметр, наверное, юбочку я сделаю. Резьба. И тут у меня еще будет два. В общем, получается 40 миллиметров. Будет общая длина. Внутренней. Мне надо, чтобы тут только резьба проходила. А там, до этой юбочки, 40 миллиметров внутренний диаметр. Сейчас посмотрим. Резьба. Резьба у нас. Она свободно заваривалась. Так, тут почти 30 миллиметров. Ну, сделаем 28 миллиметров. Получается 2 сантиметра 28 и 2 сантиметра 40. Вон она у нас. 40. Так, так мы и будем сейчас делать. Так, 30 миллиметров мне надо, да, по-моему? Я говорил или я не помню, или я уже пересчитал и обсчитался, но не важно. Сейчас знаю, что 30, наверное. По глубине 2 сантиметра. Так, это у нас будет где-то так. Так, хороший знакомый мне подогнал резец, но он в обратную сторону. Но ничего страшного, тут реверс есть. Сейчас попробую. Так, выставим на ноль. Проверим. Мне надо 2 миллиметра снять. Я попробую по одному миллиметру за проход. Проверим. Ну, наверное, я сниму еще миллиметр, чтобы вообще было свободно и наверняка проходило. Теперь сделаем этот бортик. Был он в оригинале, по-моему, 5 миллиметров. Сделаю сантиметр. Того мне надо врезаться. 22 миллиметра. Так, стоп, ошибочка. Надо посмотреть. Хорошо, что перепроверил. 17 миллиметров мне надо врезаться. ТОМОЕ ПЕРЕСТВОРОВ ПОЗАЛЬПИЦИЛ across the country... ЛИРИЧЕСЬ ТОМОЕ ЧТОМОЕ ЧТОМСЛОЕ ЧТОМСЛЕДНЫЙ ПЕНИЦИЛОРСКИ ЛИРИЧЕСЬ ТОМСЛОВ ЛИРИЧЕСЬ ТОМСЛОВ М фильмопед�. ПРОЗАЛАСЫ... ПОЗАЛАСЫ... 2002 Niorem Mercader. ПОЗАЛАСЫ cerак output. Е BL КРИШЮ, М比ј. Скол пошел. У тебя вроде нету скола. Надо охлаждайку включить. Все, что поможет. Так, сейчас понятно. Похоже оно село теперь ниже. Приподнял резачок. Надеюсь угадал. Наугад поставил. Сейчас посмотрим. Так, надо проверить лишний раз. Не повредит. Не обсчитался или нигде. Нет, все нормально. Еще 6 миллиметров. Проверим еще разок на всякий случай. Ну, в принципе, все пойдет. Теперь надо нам необходимую длину еще раз посмотреть и отрезать. Так, теперь отрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, там уже дырочка появилась. С той стороны не ровный внутренний диаметр. Поэтому лучше мы допилим. Да, вот отпилил. Такой тонкий слой остался совсем. Жестяночка буквально. Буквально жестяночка осталась. Так, теперь эту сторону мне надо. Внутреннюю до вот этой, вот этого бортика внутренней 40 сделать. Так, для начала наружный остаток снять надо. Тот самый случай, когда стружка не колется. И вот такая вот фигня происходит. Наматывает и выключала набор, в общем-то. Потому что тут и липалось немножко. Не колет этот резец. Скорость другую надо попробовать. Не знаю тут. Когда нет опыта, все наугад. Попробую чуть-чуть убавить. Стружка, конечно, перестала быть синей. Как бы по цвету нормальной. Но все равно не то. Не колется она. Закручивается тут. Но, по крайней мере, не наматывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фигня, конечно, это моя задумка получается. Я максимум наставил. У меня будет 40. Ту-пу-пу. Стенки-то тонкие остаются. Так, сейчас еще раз посмотрим. Доделаю, а там посмотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, доточила. Будем проверять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, красиво вошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот конструкция получилась. Теперь мне обе стороны, там же все-таки квадрат. Две стороны надо подрезать, чтобы осталось 46 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данный момент у меня... Здесь 62. Ну, в общем-то, в принципе, с там на сторону получилось. У нас надо было все-таки чуть-чуть... Еще можно было миллиметр сэкономить. Три миллиметра стенка. Но об этом я подумал и решил углубиться немножко вот в эту юбку. На миллиметров так не знаю даже сколько. Сейчас померяем. Так, тут у нас 26. А тут у нас... 22,5. Ну, в общем, почти 4 миллиметра я туда углубился. Вот в эту толстую, широкую. Чтобы уже наверняка у нас не произошло... Так, куда я показываю? Чтобы никакого-нибудь выскакивания не произошло, чтобы... Хотя, тут идет давление вниз только. Ну, когда бывает там машину ты дергаешь, да, она... Бывает машина на лапу немного криво. Ее, конечно, тоже давит. Если вот на эту лапу сейчас... Ну, вот, получается так. Теперь у нас лишнее. Пытался ее, кстати, варить. Не знаю, что за металл. Не держится. Металл какой-то... Твердый, конечно. Еще надо будет отрезать. Но у меня есть там резец один. В принципе, лишнее надо будет теперь то, что сильно торчит. Вот, померить и отрезать. Ну, вот тут как раз резьба входит. А, она сейчас еще не входит. А потом, когда обрежу вот эту, будет входить. Теперь она по-любому. Сейчас посмотрим на месте, что там получилось у нас. Сколько торчит и так далее. Итак, что у нас получилось? Вот такая деталь в результате. Теперь мы ее туда вставляем. Вот таким образом. Теперь эту туда вставляем. Оп! И вот столько у нас лишнего получилось. Сейчас мы ее уберем. Дело в том, что резьба у нас тут сверху. И она не очень длинная. Вот ее видно. Здесь можно просто подровнять. Даже можно и не ровнять. Вот там лишнее надо убрать. Так, теперь надо посмотреть, сколько она у нас выглядывает вообще на другой. Так, тут резинка еще нормальная. Там резинку еще надо поменять. Да, вот чтобы вот так осталось у нас с той стороны. В принципе, даже можно тут углубление конусом идет вот под эту сварку. Поэтому чуть-чуть можно даже ниже, меньше. Ну, буквально миллиметра три надо оставить. Получается. Значит, сейчас померяем, сколько. И с той стороны. Сейчас друга позову, внушает ли ему это доверие, прежде чем обрезать-то. Обрезать-то. Ох! Теперь еще и не вытащишь. Обрезать-то не проблема. Так, ладно, сейчас вытащу чем-нибудь. Ну, вот, в принципе, и все. Закончил. Я эту лбуду. Укоротил ее, металл какой-то. Сплав алюминия, похоже. Вот так у нас получилось. В принципе, все нормально. Здесь чуть-чуть выглядывает по высоте. Вот в закрученном состоянии. Я вот с другими сравнил. Ну, примерно почти то же самое. Там может разница в пару миллиметров. Думаю, пару миллиметров это ничего. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok